Бабки, машина, дом, все есть у меня. Это все с боем. То есть такого нету в Дагестане, что кто-то говорит, типа, ну, зашкварная история какая-то, не надо там драться. А ты эту историю откуда знаешь? Проманапольскую. Я же много чего знаю. Можно будет вернуться в зал Хабиба, или если в один момент ты из зала Хабиба уходишь, то все уже, там, тебя обратно не примут. Мы с тобой уже давно знакомы. Знаешь, ты мне в свое время рассказывал, что сейчас скоро выстрелишь в ММА и хочешь попасть в ИСЕ, и в итоге, я так понимаю, МММА, да? Расскажи вообще, как так получилось? Выгол же был у тебя один бой, и потом уже хардкор пошел, теперь на мат. Файтер я подрался, перебой выиграл. Потом как-то предложение пришло с хардкора. Думаю, дай-ка, начну пошуметь здесь. Вот началась та суета. Что меня ожидали? Ну, я доволен, что так получилось. Все в будущем, молодой пока. И такое начало. Только все начинается. Ну, вот, судя по пресс-конференцам, я видел тебя на нескольких иных, тебе прям нравится, когда ты секундантом туда приходишь, ты там, хочешь на первых рядах быть? Ну, сам ты видишь, везде у меня зеленая дорога, в любую организацию я могу зайти, посидеть, в рядах, в рядах. Ну, короче, что сказать, дальше больше посмотрим, да. С этого начинается, пока молодой, думаю, дай-ка, отсюда начну, потом же дальше больше. Ты же начинал вообще в школе Абдулманапа Нурмагомедова, там тренировался, а сейчас ты там же тренируешься, просто я так понимаю, что там не очень относятся к тому, что ребята в попа мамы. Там попа меня не любят. Хабиб строгий, Хабиб любит профессионал. Ну, так получилось, что я 18 года оставил. Потом переехал в Ростов, Ростов. А ты эту историю откуда знаешь про Монопольскую? Я же много чего знаю. А, ничего себе. Это, оставил 18 год, потом переехал в Ростов, туда-сюда. Потом я через три года уже, как спорт достал, три года спорт достал, потом обратно начал в спорте. Когда я с хардкора начал. Дальше больше посмотрим, да. Если нормально будет профессионал, буду, если нет, так же. Ну, хардкор, тоже профессионал, это чердак ходит джей. А сейчас ты тренируешься где? Я сейчас тренируюсь в универсал Фаттере, у Ростова Магамеда Лива, там тренируюсь. Вот проще бой в Дубае проходил, два раза в Дубае подходил, сейчас в Таиланде был, сейчас вот тут в Казахстане нахожусь. Вообще, кулачка, это же, ну, не совсем твоя, у тебя все-таки борьба превалирует, а вот здесь ты тоже будешь, причем, кулачки против борца. Я хочу попробовать, что такое кулачки. Просто хочу зарубиться, для себя попробовать. Я в жизни все пробовал, хочу сейчас кулачки попробовать. Ты про Марселя что-то знаешь, потому что Марсель непобежденный боец из Кыргызстана, именно прям такой ярко выраженный борец, в ударке, я так понимаю, он не очень, и у него было часто, что, когда идут его бои по кулачке, он просто в какой-то момент переходит на борьбу и начинает бороться. У него кулачки 7-0, у него по кулачку 7-0. Мне интересно с лучшим миграцией, вот с простым, мне неинтересно. Вот у него 7-0, я хочу попробовать его, какие у него 7-0, где он их набрал. Мне сейчас интересно найти его 7-0. А теперь небольшая, но очень важная пауза. Хочу рассказать вам о нашем телеграм-канале Вестник ММА. Ссылочка на него появится сейчас на экране, также ее можно найти в описании к этому видео. Почему нужно подписаться на Вестник ММА? Каждый день это новости из мира единоборств, кроме того, инсайды, анонсы крутых поединков, аналитика по турнирам UFC, ACA, Беллатр, Ван, казахстанские промоушены, Найза и Октагон и много чего другого. Например, розыгрыши акции от наших партнеров. Не побоюсь этого сказать, но Вестник ММА это один из лучших каналов, посвященный боевым единоборствам. Мы проверяем свою информацию, уважаем своих подписчиков и делаем крутой и качественный контент. Продолжаем видео. А вот после боя интересно будет, например, по ММА там какой-то реванш провести? По ММА, ну у меня сейчас три боя же по ММА готовить. Ну пусть очередь подождет, да потом посмотрим. Интересно, если будет, с ним поделюсь. А так пока по кулачке. Что сейчас вообще по тому, что по ММА там стала твоей работой какой-то? В свое время, ну ты когда мне писал, говорил, что очень хочешь этим зарабатывать, а вот выступая по ММА, там, снимаясь в реальти-шоу, можно на жизнь себе обеспечить? Она много чего изменила в моей жизни. А сейчас по ММА много чего изменила. Это реальти, это все много чего изменило. Сейчас мы только начинаем развиваться, только поднялись, будем двигаться, да, пока молодые. Ну вот сейчас, то есть ты можешь жить там с боев? Да, вот это моя жизнь уже. Вот с боев я живу уже. Все у меня эта жизнь поменялась с боев. А сейчас вот перешел на бои, жизнь поменялась конкретно. Сейчас у меня все есть. Бабки, машина, дом, все есть у меня. Это все с боев. А вот просто по уровню гонораров, ты же знаешь, как там ребята из того же Universal Fighters и Школы Абдулманапа, сколько они зарабатывают? По ПММС сейчас можешь зарабатывать столько же, сколько ВСЕ условий? Смотри, вот, я тебе скажу, профессор, когда я дрался, сейчас, видите, деньги мне даже неинтересно, сейчас я меньше 150-150 не выхожу. Для меня это мало, уже неинтересно. А профессионалов как? 60-50, 60-60, 40-40, это для чего? Для этих бойцов, я понял, многие хотят, профессионалы, это проблема, многие хотят, но они думают, о чем-то подумают, там люди, что скажут. Я тоже кого-то слушаю в то время, говорили, не иди, не иди, а сейчас все меня поддерживают, видишь, это система такая. То есть такого нет в Дагестане, что кто-то говорит, типа, ну, зашкварная история какая-то, не надо там драться? Смотри, я же, по-моему, достойно веду себя, видишь, я без мата, без ничего, без оскорбления, меня никто не оскорбил тут, я себя достойно веду. Это от человека зависит, который многие по-моему, как себя не так ведут. Вот этого я себе не позволю, конечно, я еще достойно веду себя, как профессионал, как по-моему, одно и то же получается. Просто имя это по-моему, но это хардкорный профессионал, это шердак ходит. По сути, так сказать, там все профессионалы дерутся, с СССР бойцы, с Файтнайта бойцы, там все дерутся. Бойцы все там дерутся. Экс-бойцы? Ну, бывшие, да. А вот смотри, ситуация такая, ты рассказал о том, что школа Абдулманапа, Хабиб не любит поп-мам-мэй, а вообще, вот там, чисто теоретически, можно будет вернуться в зал Хабиба, или если в один момент ты из зала Хабиба уходишь, то все уже, там, тебя обратно не примут? Ну, я как, вот, у меня получилось, что я ушел, остался в спорт, потом три года там туда двигался, потом обратно в спорт пришел, и как-то я попал в хардкор. Ну, универсал подрался, потом в хардкор. Ну, там нету, там, по-моему, бойцы нету, у Монопольских, там строго все, значит, это строго, там дисциплина, все, значит, это строго. Да, Хабиб молодец, это порядок у них. Если он меня запустит, надо же друг друга запустит, я с ним довольный, говорит, согласен. Как он скажет, так и будет. Ну, и вот ты о своем будущем думал дальше, вот, ты говоришь, все равно, что не оставляешь мысли о том, что можно и в ММА, да, в обычном подраться. А вот приходили уже какие-то, не знаю, предложения от ЭСЕ, там, не знаю, от Fight Nights, еще откуда-нибудь. Садим, есть БФЦ предложения с Октагона, с Найзи, потом Малая Лига, ЭСЕА. Ну, есть, сейчас посмотрим, да, пока поделюсь тут, потом уже дальше. Есть предложения, очень хорошее предложение, на счет этих боев. Сейчас посмотрю тут пока. Я все имя сделал тут, сейчас уже дальше больше будем газовать. Ну, что, удачи, завтра тогда буду комментировать. А, души родные, если я рядом. Попробуем же, что такое кентусы, посмотрим. Спасибо всем, кто смотрит наше видео, но мы существуем не только в YouTube-формате. Настоятельно рекомендую подписаться на наш Telegram-канал, где мы в прямом эфире вместе с вами смотрим и обсуждаем турниры UFC, Bellator, RAC, PFL, OneFightNights, RCC, Niza и многое другое. Постим самые свежие анонсы из мира ММА. Также подпишитесь на наш Instagram-канал, где мы проводим прямые эфиры, отвечаем на вопросы зрителей и освещаем инсайды с турниров. Еще у нас есть ВК, у нас есть еще и Дзен и много чего другого. Все ссылочки будут в описании к этому видео. Хочется сказать вам огромное спасибо за то, что вы нас смотрите. Каждый комментарий, каждый лайк очень для нас важен. Мы на все отвечаем, все смотрим. Кроме того, вы можете нас поддерживать и материально. Также реквизиты у нас в описании к этому видео. Спасибо вам и до скорых встреч.